Привет, просветители! Ну что, поиски крайних продолжаются. С Радугой боролись, феминисток клеймили, Чайлдфри пугали, аниме... Про аниме и говорить не будем, теперь вот за фури взялись. Я, кстати, это еще пару лет назад предсказывал. Отстаем от графика. Борьбу с новой угрозой для детей возглавила Ирина Волынец, уполномоченной по правам ребенка Татарстана. Ирина не новичок на моем канале. В 22-м году она боролась за награду Трэшанина года. Но в неравной борьбе проиграла Певцову. Завуалированной пропагандой Чайлдфри назвала призывы брать питомцев из приютов Ирина Волынец. Глава Национального родительского комитета России и уполномоченный по правам ребенка Татарстана считает, что заводить животных нужно для детей, а не вместо них. Ирин, а можно взрослые люди сами будут решать, для кого им животных заводить? Ну и да, заводить животное исключительно для ребенка? Это вот вообще не самая лучшая идея. По словам Волынец, демографическая ситуация в стране важнее, чем вопросы поиска дома для бездомных животных. Соответственно, социальную рекламу в эфире и на улицах лучше бы посвящать повышению рождаемости, а не призывам взять питомца, заботу о котором молодые супруги могут взять на себя вместо ребенка. А вы тоже, как только увидите на билборде многодетную семью, сразу же в роддом отправляетесь? Нет? Странно. Вот представьте, на кого направлена эта реклама. Она направлена на всех абсолютно людей, которые перемещаются по улице, пояснила чиновница изданию. При этом мы не видим плакатов, где изображена счастливая многодетная семья, где написано, что семья – это лучшее место на свете. Ирина, создается ощущение, что вы как-то не особо внимательно за социальной рекламой следите. Относительно недавно Волынец потребовала уголовно наказать всех, кто участвовал в голой вечеринке Ивлеевой за пропаганду Содома и Гаморы. Кучка конченных отморозков, позиционирующих себя избранными, устраивает омерзительный перформанс исключительно с одной целью – порекламировать свои клоунские услуги накануне уникальной возможности сорвать большой куш, которая выдается только раз в году на Новый год, заявила Ирина Волынец. Ну, тут как раз-таки нет ничего удивительного. Кто у нас только об этой вечеринке не высказался? Тут скорее примечательен факт, что на просторах сети можно найти выпуск древней передачи «Империя страсти» с Фоменко, где девушка, удивительно напоминающая Ирину, снимает лифчик и остается в одних трусах в эфире Федерального ТВ. Телеканал НТВ и некоторые коллеги Волынец открыто заявляют, что это была Ирина. Тот самый человек, который сейчас требует контролировать СМИ и бороться с похабщиной на ТВ. Ничего не имею против красивого женского тела, но вся эта история смотрится достаточно странно и лицемерно. Хотя, чему удивляться? Никак не могут быть даже забыть ваше участие в этом слачном программе Николая Фоменко, где все-таки вы, ну, видимо, в своем решении снимали топлис. Это все в открытом доступе, это могут открыть как взрослые, так и дети. Как член профильного комитета общественной палаты Российской Федерации, я поддержала идею о том, что, конечно же, нам необходимо вводить особый контроль за средствами массовой информации. Конечно, а то вдруг кто-нибудь решит так же оголиться. Хотя, опять же, может, это была и не Ирина, а НТВ и депутаты просто наговаривают. Но вернемся к фуре, точнее, к фуре в голове у Ирины, потому что создается ощущение, что сама дама не особо понимает, о чем она говорит. Это движение в фуре пришло с запада. Вовлекают детей, чтобы расшатать психику и вовлечь в деструктивное поведение. Это диверсия против населения, направленная на расчеловечивание людей, превращение их в животных. Да, именно так. Советские мультипликаторы, рисовавшие антропоморфных животных... Привет, крокодил Гена и волк из Нупогоди! Явно хотели население расчеловечить. А как иначе? Осознает ли Ирина, что любимых классических персонажей мультфильмов вполне можно к интересам фуре отнести? История, как говорится, умалчивает. Зато административка уже на подходе. Надо установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деструктивное движение фури, так как это может быть опасно для психики. Читать заявления некоторых общественных деятелей тоже может быть опасно для психики. Так, заметка на полях. Я говорю и о тех деструктивных сообществах, которые заманивают наших детей. Вот буквально сегодня одно из средств массовой информации попросило меня прокомментировать новое движение, которое мы подвержим нашим детям. Это подражание животным. Когда мы видели какие-то кадры из западных стран, когда дети, взрослые переодеваются в кошек и собак, полностью копируют поведение животных. Едят из миски. Есть даже те, кто подражает, например, свиньям, едят из корыта. Это стоит достаточно больших денег. Корыта или еда? Я просто для друга интересуюсь. Кто-то подражает кошкам, собакам. Есть специальная одежда, которая тоже недешево стоит. Либо дети как-то сами сооружают в себе эти наряды, если можно так выразиться. Мне кажется, мне тоже стоит кое в чем признаться. В детстве на новогодних елках я несколько раз одевался в костюм зайчика. Я и сам в некотором роде фури. И вот теперь это началось у нас в России. И меня уже как уполномоченного по правам ребенка просят прокомментировать то, что происходит буквально рядом с нами. Это называется фури. Вы можете посмотреть. Если то, о чем говорит Ирина, называется фури, то каким образом это движение новым является? Ирина, вы бы хоть почитали для начала пару статей в интернете? Я, например, даже еще не дала комментарий, потому что не понимаю, а каким может быть он, кроме как, конечно, возмущение, явно отрицательная оценка. И родители умиляются, они радуются тому, что детишки таким образом играют. А люди играют и получают удовольствие не так, как нравится мне. Для некоторых детей это может быть вид такой физической нагрузки. А взрывомыслищие люди, конечно, понимают, что, наверное, мы наблюдаем за тем, как наши детей по-настоящему сводят с ума. Надел костюм кота, сошел с ума. Или окружающие сошли. Кстати, сейчас в моем телеграмме проходит голосование, мы выбираем главную кринжульку недели. Ирина Волынец, естественно, среди номинантов, поэтому переходите по ссылке в описании и выберите того, кто заслужил это почетное звание. Все номинанты просто как на подбор. Ваш голос должен быть услышан. Ссылка в описании. После выступления нашей специалистки в фуре или квадробике, Ирина, похоже, сама еще не особо понимает, о чем она говорит. Волынец неожиданно стала получать негативные комментарии. Я считаю, если эти дети не совершают каких-то противоправных действий, то это не значит, что это нормально. Пропаганда всех этих девиаций с позицией нормальности – это окно овертона в действии. Сначала шок, потом экзотика. Следующий шаг – татуировка с имитацией животного окраса на все тело и пластическая операция по рассечению губы для того, чтобы быть еще больше похожим на животного. Рассказала она. Согласен. Сначала ты просто смотришь телевизор, потом хочешь попасть туда, и вот ты уже сидишь в одних трусах на НТВ. Окно овертона в действии. Запретим телевидение. И трусы. Ирина Волынец считает, что влиянию субкультуры в фуре подвержены дети, имеющие психотравму и желающие уйти от действительности, спрятавшись за маской животного. Лучшим способом обезопасить детей от дурного влияния, считает амбудсмен, занятия в кружках и секциях. Ирин, начнем с того, что фури – это не только дети. У некоторых фури уже свои фурята растут. Знаю, шок. Во-вторых, для многих людей, так или иначе связанных с этим пугающим словом, весь уход от действительности заключается в создании артов и просмотре контента с антропоморфными животными. Да, представьте себе, из корыта едят не все. И даже не большинство. А еще лучше – занять их волонтерской деятельностью. В хосписе Владимира Вавилова есть такая прекрасная возможность. Пусть лучше они помогают людям. Наши дети бесятся с жиру. Они ни в чем не знают отказа. Родители над ними трясутся, и в взрослом возрасте дети оказываются неприспособленными к жизни. Две недели в хосписе помогли бы им осознать, что в жизни все непросто, что жизнь – это вечная борьба, рассказала Волынец. Согласен. Предлагаю вообще ДОСУ как понятие отменить. Пусть все приносят пользу. Какие еще игры? В хоспис? А еще, конечно, хотелось бы узнать. А вот эта ваша фраза про «дети жиру бесятся» – это официальная позиция бутсмена Татарстана? Исследование, наверное, проводили. Можете цифрами подтвердить. Да? Она поделилась, что в настоящее время готовит запрос в НИИ Росдетство с просьбой провести экспертизу относительно движения ФУРИ. Мы будем просить дать оценку этой субкультуре. И на основании этой оценки будем принимать решение, как действовать дальше. Кто-то считает, что это баловство. Но где грань между игрой и чем-то ненормальным? Родители должны знать, как им реагировать. Уже после того, как нам дадут оценку, мы поймем, как и кого мы сможем привлекать к ответственности за вовлечение в эту субкультуру. Я, наверное, удивлю, но странные товарищи есть в каждом движении и социальной группе. И когда началось обсуждение слов «Волынец», тут же всплыли тематические арты 18+. И, соответственно, появились крики. Так вы вот этого хотите для наших детей? Минутка шокирующей информации. Подобное творчество есть практически в каждом комьюнити. От Соника, бедный Тейлз, до Марио. Про меня и Кравцова фанфики пишут. Так что, нужно теперь запретить Сергея Сергеевича? Меня запретить невозможно. Безусловно, нашлись отмороженные товарищи, которые готовы нацепить собачий хвост и кусать прохожих. Ну так и футбольные болельщики порой ведут себя совершенно неадекватно. Что, запрещаем футбол? Даже журналисты, которые брали интервью «Волынец», похоже, поняли, что она не особо разбирается в вопросе. Предлагает что-то запретить, не до конца понимая, а что, собственно, запрещать-то будут. Поэтому сами журналисты даже справку приводят для читателей «Ирины». Фури – движение, связанное с мультипликацией, где животных изображают схожими с человеком. Из телекранов оно плавно воплотилось в жизнь. Кроме того, у молодежи активно набирает популярность новый вид спортивной подготовки – квадробика. Началось все с того, что японский спортсмен установил рекорд по бегу на четвереньках. Вслед за ним дети стали наряжаться в животных, перемещаться как животные и имитировать их движения. Хочется сказать Ирине огромное спасибо, потому что если бы не ее выступление, мы бы не получили подобные шедевральные заголовки. Фури заявили Ирине «Волынец», что не подражают свиньям и не едят из корыта. А чем можете похвастаться вы? Естественно, после поднявшейся шумихи, уже сами Фури решили заняться образованием Ирины и раскрыть ей глаза на все многообразие сообщества. В целом, субкультура Фури заключается в увлечениях такими персонажами, как антропоморфные животные. Да ладно? А кто-то не знал? А, Ирина. Ее высказывание является откровенно неверным и дезинформирующим, так как Фури сообщества не имеет никакого отношения к поведению других людей и их подражаниям. Ведь антропоморфные животные, наоборот, приравниваются к человеческим чертам, таким как разум, речь, походка, телосложение, поведение и прочее. Угу. Так и запишем. Из корыта не едят. Нищеброды. Что? Ирина сказала, что это дорого. Если субкультуру признают незаконной, сразу же возникает вопрос, а чем она незаконна? Одно дело, когда в сути фэндома полностью разобрались. Другое, когда увидели, что кто-то что-то сделал и считают, что это сразу фэндом принуждает всех, и это надо запретить. Это плохое мышление. Что? Сначала разобраться, а только потом запрещать? Не, звучит как-то слишком адекватно. Это явно не к нашим авторам многочисленных инициатив. На следующий день появилось заявление уже другого представителя Фури. И реально Волынец просто лучшую рекламу сделала. Госпожа Амбудсмен, видимо, брала информацию с сайта, посвященного не Фури субкультуре, а сексуальным фетишистам. Судя по ее описанию, такой подробной осведомленности. Субкультура Фури в первую очередь имеет свою основу в искусстве, посвященном антропоморфным животным. Ну а дальше любитель антропоморфных животных. Сам того не желая подтвердил правоту слов Волынец. Хотелось бы добавить, чтобы Амбудсмен занялась бы действительно важными вопросами. Такими, как уменьшение домашнего насилия над детьми. За 2023 год против половой неприкосновенности несовершеннолетних было совершено более 400 преступлений. Это статистика по Татарстану. И с чего удумал? Политики будут заниматься реальными проблемами. У нас тут Юлия с 9-го А Фури Арт рисует. Необходимо не запрещать в стране всех и вся, а создавать необходимые условия для безопасности, занятости и развития детей. А ведь прикольно оказаться во вселенной, где Амбудсмен нападает на сообщество, представители которого говорят более адекватные вещи, чем она сама. Мне хочется верить, что данное заявление не является очередным способом отвлечь внимание от действительно важных проблем в регионе и страны в целом. Ну, надежда умирает последней. Все, что могу сказать я. И было бы, наверное, весело прийти к выводу, ха-ха, очередной политик сказанул фигню. Но заявлять, что никаких проблем у подобных комьюнити нет, было бы не менее странно. О первом моменте я уже сегодня упоминал. Для некоторых товарищей Фури это просто коллекция 18+. Причем такого жесткого 18+. И пока наша Юля рисует вполне себе невинный арт, Саша из 5-го Б заходит в ВК и находит там просто горы отборного, сами понимаете чего. И говорит, что этого нет, ну, такое себе. Иное дело, что, как я уже сказал, этого добра везде достаточно. Что же касается квадробики, оставим за скобками вот это. И, конечно же, надо признать, что движение по превращению людей в животных явно ненормально и деструктивно. Эта субкультура направлена на расчеловечивание и дебилизацию. Особенно беззащитные перед такой модой дети, сетует волынец. Но и отрицать, что некоторые детские видео в соцсетях вызывают совершенно нездоровый интерес у взрослых людей, было бы глупо. Но здесь вопросы не столько к квадробике, сколько к политике площадки, которая стала рассадником тем, о которых лучше на ютубе не говорить. И вот здесь мы переходим к тем самым нюансам, которые по факту и превращают игру или хобби во что-то по-настоящему опасное. Запретите квадробику на государственном уровне. И да, Ирин, квадробика и фурии – это не одно и то же. И опять же, ни те, ни другие с корыта не едят. Чаще всего. Хэштег корыта. Напиши слово корыта в комментариях, если досмотрел до этого момента. Неадекваты, пристающие к детям, найдут другой тренд. А подростки после того, как очередная активность наберет миллион лайков, начнут повторять уже ее. В погоне за вниманием и какой-то мнимой популярностью люди готовы пойти на самые разные поступки. Кто-то на четвереньках бегает, другой в одних трусах на телевидении сидит. Да, Ирин? Заметка. Я вообще никого не осуждаю. Обнаженное человеческое тело – это прекрасно. Особенно мое. Но когда мы сначала топлиц зажигаем, а потом начинаем возмущаться, что кто-то на вечеринку в прозрачном платье пришел – вопросики. Понятно, что мнение и жизненная позиция человека могут поменяться. Это абсолютно нормально. Но тогда, наверное, нужно как-то свои действия прокомментировать, объяснить свои поступки. Обычными запретами ничего добиться нельзя. Подростки найдут новый тренд и увлечение. Но когда человек, который должен защищать права детей, заявляет, что они с жиру бесятся и должны в хоспис топать – вот это вызывает гораздо больше вопросов. Потому что подросток, скорее всего, вскоре на что-то другое переключится. А вот подобные омбудсмены с нами надолго. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк – это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boost или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент. Записи моих стримов вы можете найти именно там. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну и отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boost. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже через неделю в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.